Ой, вы ничего не поймаете. Привет всем, меня зовут Олег Антоненко, и сегодня я бы хотел рассказать вам про те игры, в которые я играл, когда был ещё маленьким. Ну, не совсем маленьким, ещё до того, как у меня появился интернет. Это, получается, где-то примерно до 12 или 11 лет. Всё своё свободное время за компьютером я как раз-таки проводил в этих компьютерных играх. И сегодня я вам расскажу про них, про те игры, которые больше всего меня вдохновляли, те игры, которые мне больше всего запомнились своим сюжетом, как-то в душу впаливает, знаете. Я хочу познакомить вас с этими играми, чтобы вы про них знали, чтобы, возможно, вполне поиграли в них, и знали вообще, во что играли тогда люди в 10-е годы. Их можно так назвать теперь, да? Ну, мне кажется, мало кто играл в эти игры, но не во все, конечно, какие-то там прям мировые шишки, я не знаю, как их назвать. Какие-то из этих игр всем знакомы и очень популярны, а какие-то игры довольно-таки невстрачные, то есть о них никто не знает, но от этого они не хуже. И я понимаю то, что большинство моей аудитории это девушки. Несмотря даже на это, мне кажется то, что и девушкам тоже будет интересно выиграть в эти игры, потому что они для всех. Приятного просмотра! Надеюсь, что вам понравится мой выбор. Да. Кстати говоря, если у вас есть какая-то игра, которая вам очень близка к сердцу, которая для вас что-то значит, то обязательно напишите о ней в комментариях, и расскажите свою историю, с чем она у вас ассоциируется, почему она вам так нравится. Мне будет очень интересно прочитать, узнать вас лучше, узнать ваши вкусы. И мне кажется вообще очень классно делиться какими-то своими историями друг с другом. Это как-то объединяет вообще в принципе это сообщество, которое называется YouTube. Это делает нас всех ближе. Доносится больше удовольствия, нежели вы просто будете смотреть. Так что пишите в комментариях обязательно свои игры. Всё будет очень интересно почитать, пишите. А теперь давайте начнём. И первая игра, которую я вам хочу рассказать, это та игра, в которую должен поиграть каждый из вас. И я более чем уверен, что вы должны знать эту игру. Эта игра называется Warcraft 3. И также дополнение сразу же Warcraft 3 Frozen Throne. Простите за мой акцент. Я в этом не селюсь. Так вот, эта потрясающая игра взяла меня за душу ещё, когда мне было сколько мне было. В эту игру я начал играть где-то примерно в 2003 году. Мне тогда было 5 лет. Я не понимал даже вообще в принципе о чём эта игра. Мне просто нравилась сама концепция, видимо. Просто мне нравилась сама. Человечки бегают, всё хорошо, всё классненько. И постоянно, когда я проходил компанию, я просил брата подбегать ко мне и вводить коды. Потому что сам я вообще ни с чем справиться не мог. Нуб я ещё тот и до сих пор. Но сейчас я уже самостоятельно подбиваю коды. Сам прохожу даже иногда. Чем эта игра настолько меня затронула, настолько вдохновила, настолько вообще в принципе не поразила. Я не знаю как назвать, просто я люблю её. Почему я влюбился в эту игру? Вот идеальный риторический вопрос. Дело в том, что там прекрасная история сама по себе. Когда я играю в игру, особенно когда там идёт какая-то компания, мне очень важен сюжет. Если сюжет меня затрагивает за душу, значит это моя игра. Если сюжет так себе, или просто мне не нравится там какой-то сюжет на поворот, всё. Эта игра мне не понравится. Вторая причина, почему мне действительно нравится эта игра, это потому что эта игра стратегия. Надеюсь, я правильный жанр называю. Если нет, тогда просите меня, пожалуйста, я в этом вообще не разбираюсь. Надеюсь, меня и кроманы не смотрят. Вроде как, жанр вархрафта стратегия. Кстати, я же могу на коробочке прочитать. Здесь не написано. Алло. Алло. Нету этого. Ну не суть, мне кажется, что это стратегия. Мне кажется, это очевидно, потому что стратегия у меня ассоциируется именно с этим. Это там, где отстраивать нужно вот всякие там домики, откуда готовишь юнитов. Даже сленг использую, между прочим, вот с плеера, наверное. Где нужно готовить юнитов, то есть солдатов. Готовишь их и сражаешься против какой-то другой базы. Мне это очень нравится. Я не знаю даже чем, просто нравится. А поскольку в Варкрафте сделали очень классных юнитов, на них действительно интересно смотреть, и у них очень интересные способности. Это вдвойне приятнее и вдвойне круче. Третья причина, это ты. Третья причина в том, что в сюжете присутствует одна мадам, Джайна Праудмур. И сейчас просто во мне просыпается тот человек, который влюбляется в персонажа в игр. Вы еще неоднократно в этом убедитесь. Джайна Праудмур это потрясающая женщина. Люблю ее всей душой. Мне нравится вообще в принципе, какую роль она играет в сюжете. Мне нравятся ее способности. И мне нравится очень ее характер. Такой, какой ее сделали. Очень классная женщина. Люблю ее. Просто. И четвертая причина. Там был редактор карт, который позволял сделать собственную карту. То есть обустроить ее как хочешь. Сделать даже какую-то кампанию, сюжет. Добавить тех героев, которых ты хочешь. Я сажал постоянно Джайну, Тирент, Артаса по-моему. В общем, там очень много различных опций. И это пробуждало во мне тверстскую жилу. Что действительно меня вдохновляло. И я получал от этого удовольствие. И до сих пор получаю удовольствие. Потому что до сих пор и краю. Вот прошло сколько? Десять. Ой, не то показал. И до сих пор и краю. И последний плюс, который я вам хочу рассказать. Это локальная сеть. Потому что туда выкладывали различные карты, которые создавались патчами. Надеюсь, правильно говорю. Или патчи-то и есть та самая штука. Говорю вам, я не разбираюсь вообще в этом во всей терминологии. Там было так классно, потому что каждый мог найти себе что-то по интересам. От аниме персонажей каких-то, вот знаете, жанр сценен. И там это решили перенести как раз таки на карты. Ой, вы ничего не поймете. Просто хорошая игра, в общем. Там и Counter-Strike в этих патчах был разный. Много чего было. И я думаю, на этом стоит закончить. Я назвал все эти плюсы, которые мне действительно нравятся в этой игре. Я на самом деле думал, что я за одно видео смогу перечислить все 8 игр, о которых я хочу вам рассказать. Ну или не 8, возможно их больше не суть. В итоге я треплюсь об одной игре 30 минут. Отвратительно. Но эта игра действительно требует вашего внимания. Я так думаю. Поэтому советую ее вам. А на этом все. Если вам понравится это видео, я буду продолжать. Я расскажу вам про все игры, которые в детстве меня действительно вдохновляли. Которые вполне возможно вдохновляют вас. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Доститесь к людям так же, как хотите, чтобы вы относились к вам. Всем пока. Джейна Праудморр это потрясающая женщина. Третья причина это Джейна Праудморр. Джейна Праудморр это потрясающая женщина. Джейна Праудморр это потрясающая женщина. Уэээ, не то. Продолжение следует...